смотри какая шубка у елочки вот посмотрела я на нее и поняла что хочу селедку под шубой больше у елочки не задерживайся берем тележку и отправляемся набирать продуктов на нашу битву салата сегодня это действительно селедка под шубой и на удивление выиграл в этой битве никто иной как традиционнейший вариант этого салата за селедкой мы пришли а есть селедка под шубу можно которую заказать она прям просто порезал и сразу салатик как удобно то все готово у меня другой вопрос почему нельзя было сделать такой салат просто открыл вызывал и ничего делать не надо но мне надо поехали готовить а селедку я возьму полин яйца а вот и яйца теперь можно идти готовить сегодня никаких платьев никаких светлых вещей а только грубая форма потому что работаем мы сегодня с таким овощем как свекла а если работаем со свеклой значит у нас сегодня она селедка по им неопытным рукам и уже грязным помогать сегодня будут самые опытные руки шеф-повар андрей большаков здравствуйте готова работать загружайте рассказывайте овощи натрем на терке свеклу натрем в последнюю очередь селедка у нас под шубой это наш традиционный салат или может быть чей-то привозной вообще по истории это у этого салата норвежские корни кто-то увидел там и шапка майонеза сверху шуба всегда ли это селедка под шубой и почему мы можем также делать его лосось там даже можем граблакс сделать с лососем для вакс это маринуем свекольном соки в вакуумном пакете например на сутки у нас настаивается чтобы цвет такой был у нас получается сверху свекольный такой цвет а внутри цвет лосося ну и также можем принципе приготовить его на йогурте что если кто-то не любит майонез да мы готовим его на йогурте как не плакать от лука почему вы не плачете от лука мне привычно уже ну и тем более это одна из тех вещей которых умунитет вырабатывает скорее да чем нет был вопрос где брать розовый майонез на селедку под шубой да нет кто-нибудь может когда-нибудь спрашивал тоже очень известный популярный вопрос в интернете люди реально это ищут встречались ли люди которые думали что розовый майонез это отдельная покупка да нет я такого вообще не слышал часто просят гости например вот именно традиционные какие-то блюда ну ваша практика в основном да это такие блюда как цезарь да оливье для детей какой-то крабовый салат винегрет все дети любят крыбовый салат но это вот как-то прям парадоксально вкус детства конечно дети это не так детство не так детство какую последовательность вы бы хотели а как я должна или здесь произвольно произвольно абсолютно произвольно а чтобы чтобы внизу хотели бы увидеть как правило вообще внизу же селедка для нас она под шубу но мы можем например уложить слой картофеля чтобы он пропитался например селедка логично чтобы у нас масло не вытекло не разбежалась по тарелке а учитывая что мы складываем это форму они не делаем в произвольном варианте судочка и тазика мы делаем как бы такой ресторан и более ресторанные ресторанную подачу на кухне должна быть дисциплина без дисциплины здесь никуда это казалось бы да творческая профессия можно себе позволить там расслабиться расслабиться на кухне точно не получится не в моем случае какой вообще ваше любимое блюдо блюдо я вообще люблю мясо арил какой-нибудь рыбай ну люблю ризотто очень во время я сделал светлый белый маникюр зная куда я иду что буду делать единственное чего я не знаю как я буду это отмывать работа шефа она все-таки творческая конечно ими все равно как конвейер да вот что когда за пара заказов много теряться она и творческая но сохранять спокойствие когда много заказов и следить за отдачей блюд и контролировать вообще весь процесс то что на кухне происходит были какие-то досадные ошибки когда вы начинали свою карьеру когда за пара идет там вместо сахара шоль конечно это такое было это соль в конце добавили я еще и картошку солил а да а я все проболтала зато я нарвала листиков так ну еще последний штрих а я по-другому хотел по потому что всегда надо спрашивать как делать а иначе можно сделать ну вот тот самый розовый минус появляется у нас вот этот рецепт с редки под шубой нам прислала 15-летняя лейла причем выиграла у нас в этот раз как раз классика ну что ж салат отправится надеюсь когда на тарелке а лейли отправится корзина продуктов от рецейла ну а завтра не пропустите еще одну серию мы будем готовить новый салат и все по вашим же старым традиционным и не очень рецептам